Слышите? Это метроном. Такой же есть и у нас в мозгу. Удивлены? Тогда оставайтесь с нами, ведь вы смотрите самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке». Поехали! Способность отмечать течение времени для животных жизненно необходима. Именно она позволяет координировать поведенческие факторы, из которых состоят многие виды деятельности, от ходьбы до речи. Но для этого в мозге должен существовать своего рода метроном, локализация которого до сих пор не была установлена. Различные ученые указывали на существование подходящих на эту роль структур в самых разных частях мозга, включая гиппокамп, префронтальную зону, мозжечок и полосатое тело. Чтобы выяснить место расположения внутреннего метронома, португальские ученые отметили, что он, скорее всего, представляет собой группу нейронов, активирующихся последовательно по периодически повторяющейся схеме. Не, ну согласитесь, равные промежутки времени и периодические сигналы. Гениально! Также они предположили, что мозг следит за состоянием этих нейронов и отмеряет различные промежутки времени с приемлемой точностью. Для поиска нейронов ученые провели эксперименты с использованием лабораторных крыс, которые были обучены решать несложную задачу. Нажатием на кнопку животное инициировало последовательность, состоящую из двух звуков, разделенных небольшим промежутком времени от 0,6 до 2,4 секунды. Затем крысе потребовалось решить, если интервал был длиннее полутора секунд, то она нажимала одну кнопку, если же короче, то вторую. За правильный ответ ей полагалась награда. Собственно, гораздо просто заметить, что 2,5 секунды длиннее, чем полторы. Но вот как насчет 1,6 и 1,4 секунды? Тут все гораздо сложнее. По мысли ученых, тот или иной выбор в ходе эксперимента может коррелировать с активностью нейронного метронома, что и натолкнет на его след. Главное внимание ученые сосредоточили на полосатом теле, стриатуме. Это небольшая часть переднего мозга, которая, помимо всего прочего, участвует во многих поведенческих реакциях, требующих скоординированной последовательности действий. На возможную роль полосатого тела в фиксировании хода времени ранее указывали многие другие исследования. Замерив активность нейронов в стриатуме, ученые сравнили ее для того или иного выбора, сделанного подобными животными. Обнаружилось, что более половины нервных клеток полосатого тела достаточно четко разделяются на две популяции. Медленных и быстрых, которые демонстрируют разную частоту срабатывания. Чем длиннее тестовый интервал времени, тем выше активность первых и ниже вторых. И в районе полутора секунд их активность сходится, затрудняя животному выбор. Авторам удалось показать, что одной информации о срабатывании тех или иных нейронов достаточно для того, чтобы предсказать, какой выбор сделает подопытное животное. А подавление их активности ведет к нарушению правильной оценки промежутков времени. И хотя за чувство времени и координирование последовательных действий ответственно, разумеется, не только полосатое тело, но именно в нем, похоже, и находятся одни из самых главных часов мозга. Поэтому берегите голову от ударов, ведь там метроном. А с вами был канал Чуть-чуть о науке. И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям.